Учебный процесс и ремонт дорог в Шадринске стали главной темой очередного совещания в администрации. Под председательством главы города Людмилы Новиковой и руководители различных ведомств обсудили вопросы, связанные с этими темами. Расширенное совещание традиционно провели в тот момент, когда в школах уже завершен ремонт и начат учебный процесс. Все образовательные учреждения и дошкольного образования, и общего образования подготовлены, сданы, комиссии работают. Еще повторюсь, что сейчас заканчиваются работы в девятой школе по доступной среде, потому что поздно, немножко деньги подошли, и сама информация, поэтому пока акцион провели, пока все, но занятия в школе идут, они, в общем-то, этот монтаж, этого оборудования не мешает учебному году. Участие в облагораживании учебных заведений приняли и сами ребята. 180 учеников приводили в порядок цветники школьных дворов. Также в отряде «Наш город» работало около 200 подростков в возрасте от 14 лет. Таким образом, за летнее время дети оказали значительную помощь взрослым в уборке различных территорий города. Помимо этого, начальник отдела образования администрации города Вера Заговеньева рассказала о том, сколько школьников отдохнуло за время каникул. За летний период 2015 года у нас отдохнули 2633 ребенка от 7 до 16 лет, что составляет 34,3% от детей этого возраста. Большинство отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций города Шадринска. Их было у нас развернуто 11 людей. И там отдохнуло 2007 человек. Это 26% от числа как раз детей, подлежащих оздоровлению. 515 детей из данного количества были из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В лагере «Салют» отдохнуло 510 шадринцев. В прошлом году их было 800, но это только связано с порядком финансирования, несколько измененным в этом году. Всего в лагере «Салют» было оздоровлено 1320 детей из районов Курганской области и города Шадринска. Далее собравшиеся обсудили тему по ремонту дорог. Как озвучила глава Шадринска, дорожные службы за лето реализовали только часть работ на автодорогах города. Когда появились деньги Дорожного фонда, мы с вами стали ремонтировать дороги и тротуары. Сегодня мы и поставили вопрос не случайно, что нужно дорогу-то не только отремонтировать, и тротуар, и все остальное, но еще и посмотреть качество какой этой дороги. Мониторинг деятельности за работой подрядчика, ну и остальное, предписание, исполнение предписаний и так далее. Как сообщила глава города, асфальтированное покрытие по улице Крупской, Черняховского, Иртышской и Луговой находится в плохом состоянии. Ремонта там давно не было, поэтому ямы и трещины на дорогах затрудняют движение машин. Такие же проблемы существуют и на многих центральных улицах города, но не на всех. Скоро будет завершен капитальный ремонт по улице Февральской. Следующим этапом станет починка дороги по улице Роза-Люксембург. Дорожный фонд уже выделил денежные средства. Стоит заметить, что в городе Шадринске работает специальная лаборатория. В ней проверяется качество асфальта. Однако муниципальный контроль над дорожной деятельностью происходит не в полной мере. Как упомянула на расширенном совещании глава города, это дело новое и многие механизмы еще не проработаны.